Бутафорские дипломы от Деда Мороза серии одиночных пикетов. Эта зима для несостоявшихся выпускников двух факультетов аграрного выдалась поистине жаркой. На акции протеста их подтолкнули дипломы вузовского разлива, с которыми невозможно устроиться на работу. Мария Самоленко, как и еще пятеро выпускников, пошли другим путем. Обратились к следователям. Считаем, что здесь мошенничество, так как нас обманывали на протяжении года. Мы учились на неаккредитованном факультете с 2014 года, нам об этом никто не говорил. Неаккредитованный факультет выдать дипломы гособразца не может. В этом и кроется причина того, что уже почти год выпускники формально не выпускники. Процесс аккредитации тянется не один месяц, как заявляют в вузе. Он то и дело срывался из-за бюрократических проволочек. На днях Рособорнадзор заставил понервничать студентов и других алтайских вузов. На сайте ведомства появилась информация о том, что Академия экономики и права и Белокурихинский филиал АЛТГУ лишены права принимать студентов. Претензия сейчас не является, на мой взгляд, какой-либо критической, поскольку связана лишь с некоторыми абсолютно бюрократического характера претензиями, которые касаются учебно-методической документации и оформления трудовых отношений с двумя из наших преподавателей. В филиале классического вуза сложилась похожая ситуация. Рособорнадзор не устроила содержание ряда документов. А несколько месяцев назад в немилось ведомство впали, к примеру, Бийская педакадемия и Рубцовский индустриальный институт. В этом случае претензии также были формальными и больше касались бумаг, нежели учебного процесса. В профильном ведомстве отмечают, бюрократия – это цена переходного периода к новому образовательному законодательству. Это обычные рабочие моменты, которые создаются Рособорнадзором, контролирующими органами для отслеживания, исполнения предписаний, для стимулирования вузов к их скорейшему исполнению. И в Алтгу, и в ААЭП заверяют. Все бумаги приведены в порядок и уже в ближайшие недели Рособорнадзор свои санкции отменит. И ни студентам, ни абитуриентам беспокоиться не о чем. С аграрным вузом все сложнее. Законные дипломы выпускники получат, но опять же по формальным причинам защищаться им придется заново. Екатерина Гаськова, Андрей Печоркин. Наши новости.